Я не отношу себя к феминисткам. Я за патриархат, и я считаю, что это очень правильно. Я никогда не пользовалась успехом, популярностью. Меня вообще игнорировали полностью. Что касается актерской профессии, то там действительно идут по главам. Сильных женщин, может быть, любят, уважают, но в жены брать, мне кажется, не очень хотят. Вы первый человек, который точно определил мое отношение к детям. Женщина без мужчины не должна быть, это неправильно. В тиктоке с голой жопой танцевать и кривляться. Вот сейчас бы я так никогда в жизни не поступила. Двумя девушками одновременно встречается, я осуждаю его поступок. По сути, ты одинокий человек, которому не с кем даже поговорить вот так вот вечером. Юля Такшина. Ну, конечно, нельзя говорить о вас, не упомянув о том самом знаменитом сериале «Не родись красивой». Но кроме этого сериала 47, на сегодня, наверное, уже больше фильмов и сериалов, в которых вы участвовали. Вы вообще, Юля, подсчет ведете или нет? Нет, я не веду, но крайний раз, когда у меня брали интервью, мне сказали 63. Поэтому я не помню это. Да, насколько я уже опоздал. Юля, вы вот, судя по вашему ФБ, Фейсбуку, да, то есть вы мало того, что человек веселый, вот, потому что там, вот я просто, когда ваш Фейсбук смотрел, там через раз какие-то либо поздравления, либо розыгрыши. Так вы еще человек явно очень энергичный, вокруг вас обычно все это и закручивается. Вот так вот, вы так, скажем, на съемочных площадках отдыхаете так, что начинаете там какие-то приветы передавать или кого-то разыгрывать или это? Это вообще свойство вашего характера и вашей жизни, что вы вот все время такая веселая, поете, танцуете и, собственно говоря, так и живете или нет? Ну, разным бывают периоды в жизни, бывают грустные, но слава тебе, Господи, на съемочных площадках в основном веселые моменты, поэтому почему бы не воспользоваться, тем более есть окружение соответствующее, которое не боится камер, не боится вомут с головой, что называется, не боится экспериментов, поэтому там, скажем, проще найти единомышленников на какую-нибудь, ну, в кавычках, да, там, юмореску, нежели просто в жизни там я подойду к детям, которые мне скажут, не, не надо, мам, не делаем это, нам это неинтересно, вот они как-то более у меня в этом плане строги, нежели в киносъемочном процессе, в киногруппе найти людей, оторванных от мира сего, которые скажут, да, пожалуйста, нырнуть голым в пруд холодный и поржать, да, с удовольствием, вот, люблю легких на подъем людей, я надеюсь, что я такая же, но не всегда, конечно, но стремлюсь, стремлюсь. А вы вообще опасаетесь ваших детей? Они вообще строго с вами обходятся? Держат вас, скажем так, в ежовых рукавицах? Да. Вы первый человек, который точно определил мое отношение к детям, совершенно верно. Они меня держат в ежовых рукавицах, я всегда с ними советуюсь, они всегда меня вовремя останавливают, они такие, знаете, такие некие триггеры моих каких-то поступков, это мои дети. Ну, не то, что опасаюсь, я знаю, что я могу наткнуться на стену непонимания или какой-то критики, в основном, кстати, очень конструктивные критики, за что я им благодарна, потому что это люди, которые, ну, действительно искренне хотят мне добра, наверное, это мои родители и мои дети, которые без подвоха, без каких-то там подводных камней посоветуют от души. Поэтому, конечно, это мои первые советчики, которых, если уж похвалят, то это действительно будет похвала от души. Ну, и боюсь, конечно, их критики, потому что она в основном конструктивная и правдивая. А вот что такое вообще говоря феминизм? Вот это для вас слово хорошее или ругательное? Феминизм? Я не отношу себя к феминисткам, я за патриархат, я считаю, что это очень правильно, что мужчина без женщины – это не женщина, это такой же мужичок в юбке, а так быть не должно. Все-таки должен быть некий баланс, который прописан, предписан Библией, Богом, жизнью и так далее, что наша жизнь продолжается только если есть мужчина и рядом с ним женщина, которая его слушается, не знаю, ну не во всем, но во всяком случае приоритетом ставит его во главу, скажем так, своей семьи. Ведь недаром идет Господь, потом мужчина, а потом женщина. И эту иерархию не надо нарушать. История этому подтверждения, мировая история, многовековая история. Как бы мы там ни хорохурились, ни делали из себя сильных и крутых телок, я очень долго, кстати, в молодости понимала, что я крутая и самостоятельная, мне вообще никто рядом не нужен. А потом, когда ты приходишь домой после какого-то там успеха, не знаю, премьеры, красной дорожки, вся такая красивая, накрашенная, дети уже спят и садишься, и ты вот это вот страшное чувство одиночества ощущаешь, что рядом с тобой, да, и там где-то там за стенами дома, за окнами, там какие-то восхищения и так далее. А по сути ты одинокий человек, которому не с кем даже поговорить вот так вот вечером, не с кем вот радость какую-то рассказать или наоборот пожаловаться. Это ужасно, это страшно. Как бы мы ни хорохурились, все равно нам нужен рядом человек, плечо, как угодно назовите. Вот. Женщина без мужчины не должна быть, это неправильно. Ну, а разве феминизм – это женщина без мужчины? А разве феминизм – это… Ну, мне кажется, сложно прожить в отношениях, когда женщины запрещают, не знаю, что я там… Эту работу ты не должен делать только лишь потому, что ты мужчина, я женщина. Мне кажется, никакому мужчине это не понравится. Как бы ни говорили, мужчины все равно им нравится, когда женщина слабая рядом с ними. Сильных женщин, может быть, любят, уважают, но в жены брать, мне кажется, не очень хотят. Мне так кажется. Я… Это не истинно последний станция. Просто мы с вами философом на эту тему рассуждаем. Рассуждаем. Я лишь говорю то, что вот как бы мне представляется. Поэтому… Ну, феминистки как? Они за равноправие. Конечно, мы все равноправны там и так далее. Но вот у меня есть друг, который познакомился с женщиной и феминисткой. Они пошли гулять, у них было первое свидание, была лужа. Он ей подал руку, чтобы она там перепрыгнула эту лужу. Она сказала, не надо, я сама. Не смей. И что, я женщина, поэтому типа ты мне даешь руку. Ну, какой мужчина после этого захочет дальше продолжить отношения? Ну, не знаю. Я так себе феминист представляю. Может, он, конечно, другой какой-то. Я просто не сталкивалась с какой-то там активной фазе. Может, он сейчас уже другой, более лояльный. Не знаю. Ну, вы же как раз самостоятельная, умная, состоявшаяся, красивая. А вы мама, вы дочь. И вы как раз, мне кажется, и олицетворяете собой какой-то хороший, настоящий феминизм, а не тот, от которого вы отказываетесь. Вот вы вполне самодостаточная женщина. Ну, как? Со мной рядом есть мой папа, мужчина. Со мной рядом есть Гриша, отец моих детей, которые так или иначе присутствуют в моей жизни. Я бы без него не справилась. Рядом со мной брат, который мне во всем помогает. Не будьте этих мужчин рядом, да я бы никогда в жизни, ну, наверное, не справилась бы со своими обязанностями. Они мне помогают. Я за это им дико благодарна. И я каждый раз об этом говорю, я не стесняюсь этого, что я сама бы ничего не сделала. Только их помощь и поддержка меня толкают вперед. Еще и мама, которая занимается финансами. Да, представляете? Да вообще все помогают, я сама ничего. Ну, Юля, вы, кажется, очень неплохо устроились. Абсолютно вам с вами согласна. Еще два замечательных сына, которые вас держат в ежовых рукавицах и вас всячески контролируют, чтобы вы, не дай бог, куда-нибудь туда не пошли. То есть это важно. Так и есть. Поэтому не-не, я не одна, я вообще ни разу не вижу. Сама исправлю. А сколько сейчас лет вашим мальчикам на этот момент, на 1 августа 2021 года мы разговариваем? Ивану 14, Федору 12. Ну, конечно. Самая жажда. У тебя пора начинать. Да. То есть эти мужчины, конечно, вам уже спуску не дадут. То есть это я понимаю, да. Это очень строгие на самом деле. А мужчины, которые вас действительно ни вправо, ни влево. Юля, а вот… Да, причем Иван, он очень заботится… Простите, пожалуйста, я это помню. Да, да, конечно, конечно. Иван очень заботится о том, чтобы я читала. Потому что он сейчас сам увлекся чтением, к моему великому удивлению, к моей радости. Поскольку раньше чтением было только в плане наказания для них или каких-то шантажей с моей стороны только тогда. В том случае Иван брался за книгу. А сейчас вот что значит ему подсунуть правильную литературу. Моему подсунули Джека Лондона, и все. И мальчик потерялся. Он каждое утро встает в 6-7 утра и начинает свое утро именно с книги. И он сейчас уже прочитал всего Джека Лондона. На сегодняшний день он читает американскую трагедию Драйзера. И сегодня он мне позвонил и говорит, «Мам, я не понимаю, как герой. Он сейчас с двумя девушками одновременно встречается. Я осуждаю его поступок. Причем одна девушка из простой семьи, другая из высокопоставленной. И он делает выбор в пользу высокопоставленной, потому что он понимает, что ему нужно продвижение. Я его осуждаю. Мужчина не должен это делать за счет женщины. И я понимаю, что мой ребенок уже полемизирует на такие темы. Мне очень нравится его высота, которую он взял вдруг этим летом. И этот мальчик, он меня держит в тонусе, потому что если вдруг на сегодняшний день я прочитала книгу и не приступила к другой, он меня подстегивает на прочтение новых и новых книг. Он меня уже как бы ругает. Федор пока еще до того, до этого момента не дорос, и он больше моими какими-то внешними. Это платье тебе вообще не идет. Ты там как-то ужасно сейчас выглядишь, волосы отвратительные, в пучке, потому что в основном-то я в пучоках. Но вот пока на этой стадии он меня критикует. Ну, либо там, мам, я очень люблю, когда мы там гуляем, вдруг начинать громко что-то им говорить или читать стихи, или даже там попеть. Он мне сразу становится, не нужно, не позорь меня. Ну, вот как-то так у нас пока складываются наши отношения с мальчиками. Ну, вы знаете, вообще, конечно, удивительно. То есть все-таки Джек Лондон-то это чтение действительно увлекательное. Это прям вот Джека Лондона там, наверное, будут читать еще долго-долго о том, а что сейчас современный молодой человек может читать Теодора Драйзера, который, мне кажется, еще 50 лет назад уже скучный был, и что-то в нем находить, это действительно вам прям медаль на грудь за то, что ваш сын читает Драйзера. Это прям совсем интересно. Ну, так, вам уже бонусом просто, да. Я просто подсунула эту книгу как-то так. На день рождения ему подарила «Белый клык», «Вечный зов» и Драйзера. Не знаю почему. Мне показалось, что мальчику нужно прочесть подобные. Ну, вот зашло. Я рада. Вот знаете, о чем хочу спросить? Так, немножко, если детство сравнивать ваше и детство сравнивать ваших детей, да? То есть насколько это разные детства, скажем, да? Насколько вы были более регламентированы или, наоборот, свободнее были, чем они? То есть как вот, как жилось-то вам и как им живется, как вы думаете? Мы абсолютно, безусловно, это 180 градусов, это противоположные стороны. Мы и дети наши. Сейчас объясню, с каких точек зрения. Мы были более самостоятельными. И не то, что более. Мы были самостоятельными. Наши дети, ну, во всяком случае, мои дети – это не самостоятельные дети. Они целиком и полностью зависят от моего контроля, от контроля моей мамы, от Гриши. Ну, то есть они настолько к этому привыкли, что им без этого неудобно. Они мне до сих пор спрашивают разрешения, не знаю, там, на какие-либо действия, даже самые примитивные. Мы, конечно, были намного свободнее. Мы распоряжались сами своей жизнью. Даже почитать книгу у меня Ваня спрашивает разрешение. Не знаю, хорошо это или плохо. Даже в выборе профессии сейчас это полностью наше совместное с ними решение. Хотя я понимаю, это сейчас очень рано об этом говорить. И вообще не стоит. И даже принципиально в этом году Ваню, он у меня переходит в восьмой класс, и у них уже идет обязательное разделение по классам. Я категорически против этого. Я считаю, что это очень рано для детей прямо делать какие-то направления. Потому что я в своей профессии вообще очень-очень долго определялась. Гриша, насколько я знаю, из его рассказов определился там к двадцати аж пяти или шести годам, кем он хочет стать. Это был такой поиск путем проб и ошибок. А ребенку в четырнадцати лет уже, понимаете, идет он в физико-математический класс или в лингвистический, хотя у Вани и туда есть талант, и туда. И поэтому я, учитель, была очень удивлена моим решением. Мы его приняли вместе с Ваней, естественно, что он идет в общий образовательный класс. Я пошла в школу с шести лет, и это было мое решение. Мои родители даже не знали, что я записалась в школу. То есть я пришла из садика и сказала, мама, я в этом году иду в школу. Она говорит, как в этом году? Тебе еще шесть лет. Я говорю, я уже записалась. Но раньше как-то это было возможно. Сейчас же вообще без звонка, без подписи, без кучи документов родители ребенок не делает ни шагу. Но они уже родились в этой системе координат. Это им комфортно, они уже по-другому не мыслят. Ну и касаемо, конечно, гаджетов и всего этого прочего, они очень зависимы от всего. От Ютуба, от ТикТока. Контролирую, безусловно, но я понимаю, что им этого хочется очень. И полностью убрать это невозможно, поскольку они все-таки общаются в коллективе, в социуме. Они просто будут изгоями, им будет тяжело. Поэтому так или иначе приходится идти в ногу со временем, им разрешать, допускать. Ну, у нас, конечно, мы были более свободны. Мы были более творчески, что ли, настроены. Мы выдумывали игры из ничего, не знаю, из фантиков, стекол. Вы помните эти секретики? Сейчас же этого вообще нет. Они даже самостоятельно не гуляют. У меня до сих пор дети. Иногда так после школы они отпрашиваются, можно ли мы там с друзьями погуляем. А так, чтобы там на каникулах, когда мы сидим дома, они созваниваются только по поводу игр каких-то со своими одноклассниками. Не для того, чтобы договориться выйти погулять. Нет, они не гуляют совместно. Они вот просто для того, чтобы там поиграть по сети вместе. Ну вот поэтому мы, конечно, очень-очень отличаемся. Хорошо это или плохо, я не знаю. Это по-другому. Время покажет, наверное, история покажет. Чье поколение было более счастливым, более развитым, не знаю. Ну, вы вот в школу ходить, вот сама в школу ходить когда стала? Чтобы вот не родители провожали, а вот пошла, вышла? С первого класса. С первого класса, да? Конечно. То есть никто не провожала? Нет. Нет? Нет, я помню, за хлебом я пошла лет в пять сама. Я почему это помню? Потому что я себя почувствовала в этот момент неимоверно взрослой. Я купила там хлеб, половину его съела, но я понимала, что я иду одна, без мамы. Мне было пять или даже меньше, может быть, четыре с половиной года. А сейчас дети, вот в этом году я только перестала Федора водить в школу, он ходит самостоятельно. Ребенку двенадцать лет. Вот я хотел спросить, они когда стали ходить самостоятельно? Ну вот, получается, да. Ваня в том году, да. Юля, вы когда себя почувствовали красивой вот в детстве? Вообще в детстве вы себя красивой чувствовали или нет? Насколько вам вот это было понятно или непонятно про себя? Вы знаете, среди сверстников мальчиков я никогда не пользовалась успехом, популярностью. Меня вообще игнорировали полностью. И более того, у нас были скорее какие-то вражеские отношения с мальчиками, что я считаю, очень плохо. Но я должна отдать должное родителям, которые говорили, что я безумно талантлива, что я безумно хороша. Они во всем меня поддерживали. И тем самым вот эта вот уверенность, даже, может быть, излишняя уверенность, меня поселили с, не знаю, с молоком матери ко мне это пришло. Хотя я понимала, что это, наверное, не так, потому что я видела мальчиков, которые ухаживали за моими подругами, что они, ну, как бы они с ними, ими интересуются. А мной совершенно никто не интересовался, мне давали какие-то клички обидные для меня. И я понимала, что мальчики, наверное, это не мой вообще, как сказать-то, господи, не мой успех. И поэтому я прям настроилась на то, что я буду популярна и известна в профессии. Изначально я хотела стать журналистом и всеми правдами и неправдами старалась достичь этой цели. Вот, и поэтому меня миновало вообще, какие бы то ни было дискотеки, гулянки, какой-то подростковый максимализм, хлопанье дверьми, потому что хочется идти гулять там, да, с мальчиками, девочками, может, в подростковом возрасте. У меня этого вообще ничего не было, я сидела дома, я смотрела там, читала статьи, смотрела передачи, я усиленно готовилась в МГУ, может быть, и хорошо, что так было. Ну что, в десятом классе за вами никто не ухаживал? Нет, нет, совершенно. Я очень долго не нравилась противоположному полу, очень долго. Вообще у меня был комплекс, что я какая-то ущербная, но благодаря своим родителям, в частности маме, которые всем и вся рассказывали, какая я красивая и талантливая, все-таки я не превратилась в какой-то серый чулок в смысле психологии. Тем не менее, я просто свою вот эту вот уверенность обратила в профессию. Я когда зашла даже в редакцию АИФ, я молодой в Москве, я сказала, здравствуйте, ребята, вам повезло, я пришла к вам, буду писать у вас статьи. То есть я была настолько самоуверена, это что касаемо профессии. А что касаемо отношений с противоположным полом, нет, вообще. Очень я долго понимала и осознавала, что в этой области у меня нет совершенно никакого успеха. И я, скорее всего, его не добьюсь никогда и, скорее всего, остаюсь в одиночестве. Вот прям была такая установка. Ну, а когда вы пришли в Щукинское училище, там вот все вот эти истории о том, что вы там за ручку брали бабушку на входе, она вас потом подводила к мастерам. У вас тогда уже было ощущение того, что вы на самом деле, ну, красивая девушка? Или тогда тоже еще не было? Было-было. У меня было ощущение, что я самая талантливая актриса в мире. И талантливее меня нет. И что Щукинскому институту очень повезло, что я зашла именно сюда. Я говорю, я была очень самоуверенным человеком в этом плане. Я понимала, что, наверное, это не так, потому что окружающие так на меня не реагировали. Но что я докажу, и что они в итоге среагируют на меня, как мне нужно, это была уверенность. Конечно, иначе я бы туда не приперлась, бы не сказала бы, возьмите меня, я готова, я хочу. Мы подходили к каждому педагогу, они от меня шарахались, но все равно мы настаивали, что прослушайте. И в итоге один из педагогов согласился. Его именно это и задело, что вот такая вот наглость, наверное, такая наглость нужна артистам. Ну, такая наглость, наверное, нужна вообще в жизни. Потому что, вы знаете, у меня один из моих друзей говорил всегда, что скромность, она, конечно, красит, но не кормит. Вот, а вообще, да, вообще говоря, вот пробиться человеку без абсолютной вот такой внутренней веры, уверенности в себя вообще возможно или нет? Или все-таки, скажем, для того, чтобы сносить головой стены, надо действительно в себя вот верить, несмотря ни на что? Без веры невозможно в себя, мне кажется. Если ты не мега талантливый человек, который нужен там той или иной корпорации, который будет за тебя бороться. Но я не знаю в России, насколько это у нас реальная история. Что касается актерской профессии, то там действительно идут по головам. Ты чем ярче, тем на тебя есть шанс, что обратят внимание. Ну, либо это большая-большая какая-то удача должна быть. Только вот именно доказывая, что ты должен, прикусив у дела, идти вперед. Потому что нет, 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 вы нам не подходите, будет звучать очень часто, практически всегда. Актерская профессия, она сложна тем, что ты постоянно ждешь. И вот если ты в состоянии ждать и верить в себя, продолжать, а не идти на поводу своих эмоций, разочарованиях. Многие же, ну, как бы сходят с этой дистанцией. Именно из-за того, что они перестают верить, что они уже чего-то добьются. Уходят совершенно в другие, там, испиваются и уходят в другие профессии. И очень много у меня, моих знакомых артистов, которые покончили с собой, не выдержав этого груза, это действительно очень непростая профессия. У меня сейчас у моего друга дочь поступала, она не поступила, при том, что она училась в театральной школе. И у нее есть все задатки для того, чтобы стать актрисой. Она не поступила. Она ушла сейчас в депрессию, она сидит в депрессии, она не может с этим смириться. И это не путь для артиста. Актер, он должен быть вообще непрошиваемый. Начиная от того, что ты ждешь своей роли, которая, возможно, придет к тебе, не знаю, 80 лет. А всю жизнь ты будешь ее ждать и не сломаться. И заканчивая тем, что ты выходишь на сцену, а за секунду до выхода тебе сообщили, что умер кто-то там из родственников. Как это было у многих моих. У меня на глазах были артисты, которым звонили и говорили, твой папа умер. А у него сейчас сцена с папой. Он идет в кадр играть сцену с папой. Ну, в киношном папой. Да. И ты имеешь право сказать, ребят, извините, я не могу выйти в кадр, у меня горе. Поэтому артист это такая, знаете, кажется, что это легко, весело, всегда юмор. И удача всегда на твоей стороне. Ну, может быть так оно у кого-то и есть, но в основном это не так. Ну, успех же еще, кроме всего прочего, очень эфемерен, да. То есть, да, окей, успех пришел, вот что-то состоялось, человека начали дальше приглашать, а потом в какой-то момент вот этот вот кредит успеха, он заканчивается. Вот у вас вот этим самым сериалом «Не родись красивой», вот как произошло? То есть он для вас действительно стал таким трамплином для того, чтобы в дальнейшем получить приглашение? Да, конечно. Я, будучи студенткой, получила такую роль в проекте, который выстрелил настолько, насколько вот я сейчас помню, доля у нас как-то была 80%, такой доли не было никогда. То есть 80% жителей нашей страны включили телевизор на СТС там в 19 часов и смотрели этот сериал. Успех был колоссальный. Конечно, после этого не нужно было ничего доказывать. Тогда еще ходили все на Мосфильм, раздавали свои фотографии, состояли в базах. У меня уже этого не было, будучи студенткой. За меня боролись уже агенты. Но поскольку страна знала этих актеров, нас, благодаря этому сериалу, то есть какой-то вот этот этап становления, его у меня совершенно не было. Доказывание, что ты что-то можешь и так далее, чтобы тебя как-то узнали. Я за это безумно благодарна своим педагогам, которые, во-первых, меня разрешили сниматься, во-вторых, меня взяли в этот сериал, потому что это были педагоги Щукинского института. И многие вот эти вот ступени, которые люди проходят, студенты проходят, выпускники проходят, я, конечно, миновала. Именно благодаря вот подобному успеху. Юля, ну вот на самом деле не секрет, что в России все-таки гонорары и деньги совсем не такие, как, скажем, не в России. А вот тогда для вас деньги, которые вы заработали за этот сериал, они были значимы или, скажем так, успех был большой, а деньги небольшие? То есть вот как с этим соотношением? Вы знаете, я даже не знаю, сколько я заработала, поскольку все мои деньги приходили на карту, а карта была у мамы. И по сей день, я даже не знаю, потому что у нас по сей день такая ситуация, все расходы контролирует она. И если бы не она, то, наверное, я бы до сих пор бы жила на съемной квартире и ездила бы там в метро или на такси, у меня бы не было даже своего автомобиля, поскольку я совершенно не умею обращаться с деньгами. Вот, поэтому мне сейчас сложно сказать. Я помню, что на гонорар от сериала я купила свою первую машину Citroёn C4. Вот, и мы сделали ремонт в квартире, в съемной. Это за год съемок. Понятно, что это была моя первая роль, и мой гонорар по сравнению с другими артистами, которые там снимались, уже именитыми, заслуженными, он был мизерно никакой, но именно за количество съемочных дней он тоже был ощутим достаточно. А вот сейчас, по-моему, год назад, могу ошибаться, вот сериал снимался «Анна-детектив», да, то есть такой костюмированный, красивый, ретро, там, 19 век, да. То есть, вообще говоря, вы любите красивые, костюмированные фильмы, сериалы? То есть это для вас какое-то дополнительное удовольствие или дополнительная нагрузка? Вы знаете, я всю свою актерскую карьеру мечтала сняться в историческом сериале, ну или кино, как угодно назовите. Вот, и вот, наконец, моя мечта сбылась, потому что люди 19 века – это совершенно другой взгляд, это другая походка, это возможность икунуться в то время, которое уже так далеко от нас. И вот эта возможность мне предстояла, я начала сниматься в этом сериале, и поначалу мне очень нравилось, но костюмеры этого сериала, они были настолько доскональны в деталях, что и специально для меня был изготовлен корсет по всем канонам 19 века, железный, из прутьев, и ты целый день ходил в этом корсете, где очень дышать было трудно, не то, что там есть, сидеть, лежать, это было невозможно. И я поняла, что, помимо всего прочего, это, конечно, еще жутко неудобно. Вот, но зимой было тепло, я очень мерзлявый человек, потому что под эти юбки можно было надеть очень много всего, и тебе было тепло, это был единственный плюс, а в основном, конечно, это дико неудобно, вот, в силу именно костюмированности этого проекта. Вот, но все равно эти фразы, эти обращения, они немножко меня так вынимали из этого поколения, да, нынешнего тиктокера, где можно говорить и обращаться как угодно на «ты», делать комплименты или, наоборот, обзывать другого человека. А там же это все было по-другому, все это было красиво, и вот это был такой глоток, ну, какого-то правильного отношения друг к другу, когда мужчина правильно относится к женщине, когда подруги действительно общаются на высокие темы. Поэтому как было много неудобств, связанных именно вот с одеждой, не знаю, там, с приборами столовыми и так далее, так и много всего хорошего, безусловно, связанного именно с тем временем. Ну, а захотелось вот так пожить? Или все-таки с корсетами женщины больше по домам сидели, чем куда-то ходили? Явно это было не слишком-то удобно, как вы на себе испытали. Вот вообще такую жизнь, вот если ее воспроизводить в сегодняшней России, вот захотели бы вы так жить в такой немножко ретро-жизни или нет уже? Нет, я думаю, что мы бы не смогли. Мы уже совсем другого темпа ритма люди. Там все было гораздо медленнее, вдумчивее, не знаю, если хотите, серьезнее. Было бы понятно, что человек приспосабливается ко всему, и там спустя годы, наверное, мы бы тоже приспособились, но это было бы очень сложно. И, наверное, на ваш вопрос я скажу, что нет, я бы в то время не хотела бы окунуться. Просто там было очень много связано еще с медициной, я видела, какие были, какого уровня была медицина, и я прекрасно понимаю, что мы бы точно там не выжили с нашим, мы так привыкли к комфорту, мы выпили таблетку, мы уже сразу выздоровели. Там нет, там это не... Нет, хорошо сейчас. Нам сейчас хорошо, и пусть мы останемся в нашем времени. Конечно, есть какие-то нюансы, которые мне очень не нравятся с приходом всех этих технологий. Ну, а что-то и в плюс идет. Поэтому я хочу остаться здесь и сейчас. Юля, вот как раз про темпо-ритм и про такую достаточно жесткую вашу работу. То есть вы же участвуете в антрепризе, вы много ездите, вы сегодня разговаривали с своими зрителями, слушателями в Инстаграме, у вас эфир был, и вы говорите, нет, вот Владивосток пока нет, мне надо посмотреть свое расписание, да, с августа мы даем что-то в Москве, а потом мы выезжаем. Ну, понятно, что еще и вот эти два года, да, то есть уже второй год пандемии, они, конечно, очень сильно работу порезали, но тем не менее вы уже много лет ездите с антрепризными спектаклями, да, то есть я помню, например, ваше видео в Фейсбуке, где вы выходите из машины и говорите, каких-то семь часов, и мы в Томске, да, то есть еще умудряетесь при этом улыбаться как-то, как-то шутить, но я представляю, что такое семь часов в машине. И, в общем, вот этот темпоритм, как вы его держиваете? То есть это же каждый раз новый город, новые площадки, новые гостиницы, или старые, к сожалению, как раз гостиницы. Как вы с этим живете, Юля? Вы знаете, когда случилась пандемия, и резко все остановилось, мне было очень сложно. Мне сложно без этого всего. Я настолько привыкла быть в этом темпоритме, и если хотите, меня накрыла даже легкая какая-то хандра. Если бы я не была православным человеком, я понимала, что это один из самых страшных грехов уныния, но то оно меня, можно сказать, посетило. Потому что этот темпоритм, он настолько уже в крови твоей, без него очень сложно. Это же такой некий образ жизни, к которому привыкаешь, это как наркотик, как угодно это можно назвать. Ты без этого уже не можешь, без постоянной смены декораций, без постоянной смены городов, людей. Это же так круто. Я столько всего узнала благодаря своей профессии. Слушайте, ну когда бы я побывала на Камчатке? Да и, наверное, никогда бы. Или там, не знаю, в Барнауле, или где-нибудь, я их очень запомнила, эти гастроли в Норильске. Да никогда в жизни. А благодаря профессии ты все видишь, и я дико благодарна за это в своей работе. Очень благодарна. Это так здорово. Ты же знакомишься с новыми людьми, ты столько всего узнаешь. У нас такая разнообразная страна, и вообще мир, он такой разный. Он везде разный. Начиная там, грубо говоря, от ближайших городов. Вот ты выезжаешь из Москвы в ту же Тулу, там совершенно другие люди. Не говоря уже там про Канаду, или Америку, или Израиль. Мы настолько все разные. И познавать это такое счастье. И поэтому когда ты, тем более, приехал уставший. Да, действительно бывает, что после многочасовых перелетов или переездов ты сразу едешь не в гостиницу, а на сцену. Это, конечно, тяжело. Но выходя на сцену, тебя вот эта волна зрительской энергии, энергетики настолько захлебывает, захлёстывает, что никакой усталости. Ты готов еще пролететь 15 часов. Но только бы это не заканчивалось никогда. То есть мы, бродячие артисты, это у вас вот прям такой девиз, да? То есть вы с этим живете, и вам это нравится. Да. Это ваши наркотики. Да. Ну ладно я в своем возрасте. А вот со мной вот спектакль, есть «Невеста напрокат». Там участвует Александр Яковлевич Михайлов. Человек уже опытный, человек в возрасте. Ну так нельзя говорить, я не знаю, как сказать, поживший. И казалось бы, вот ему это тяжело. Нет. Он говорит, я без этого жить не могу. Там мы встаем в 4 утра, идем молодые, всякие косые, кривые, потому что нам тяжело, нам хочется спать ноем. А он всегда огурцом, он всегда одет с иголочки, всегда улыбка. Откуда у него это берется? Вот, понимаете, закалка актерская. Ну а чего это все? Это все от сцены идет, то есть энергия идет от людей, то есть это живая, потому что почему люди ходят на спектакли, почему людям недостаточно просто видеть вас по телевизору, видеть вас в сериалах, или смотреть вас по интернету. То есть люди покупают билеты, приходят на спектакли, чтобы вживую увидеть артистов, чтобы почувствовать энергию эту в зале. Хорошо, они-то вас, вот, от вас подпитываются, а вы как? Вы от них? То есть вы на чем? Мы от них, это взаимодвент, да, конечно. Друг у друга питаемся. Ну, получается, такие взаимовампирические отношения, но с пользой друг для друга, безусловно, да? Да, да, да. Вот как раз, кстати, про партнеров, про актеров. А кто вот ваши любимые партнеры, с кем вы, ну, не знаю, любите или просто вам нравится, с кем хорошо работать? Кого там, вот вы назвали, да, Михайлова? Ну, это безусловно. Вообще с артистами вот советской школы, актерской, это всегда за счастье работать. Когда ты ничего не должен играть, потому что партнер тебе дает настолько мощную вот эту вот энергию, что ты перестаешь играть, ты настолько веришь в эти предлагаемые обстоятельства. Я помню, такое было у меня с Романом Мадяновым. Я была поражена, я от себя этого не ожидала. Он настолько мощный артист, что ты просто перестаешь быть актером, ты с ним живешь, ты с ним дышишь в унисон. Это свойство именно хорошего партнера. Бывают такие артисты, действительно, очень сейчас даже большой тренд по этому поводу, когда люди не заканчивают, считают, что этого не нужно делать. Актерские вузы, их очень много, артистов. Наверное, среди них есть талантливые, но я пока таких не встречала. И я в этом плане очень консервативно. Сколько раз у меня были партнеры без образования, которые съездили в Америку на месячные курсы, закончили их, и сейчас активно снимаются в наших кино, сериалах. Они, может быть, действительно талантливые, но партнерские, они совершенно нулевые. Я смотрю в их глаза, и я вижу там пустоту. А для меня это очень важно, видеть глаза партнера, чувствовать его. В этих людях я не чувствую абсолютно ничего. А вот таких вот мустодонтов, как Михаилов, как Мадянов, там ничего играть не надо. Ты просто смотришь им в глаза, и твое тело, твои эмоции, твоя психофизика, она делает все за тебя сама. И это дорогого стоит, на самом деле. Вот, поэтому с кем бы я хотела сыграть, да с кем угодно. Главное, чтобы партнер горел, желал, любил профессию, а все остальное уже будет. Получается, что вот именно тогда и возникает вот это чудо, когда взаимодействие идет на высоком уровне, и когда ты забываешь про то, что ты играешь, вот то, о чем вы сказали, то есть ты начинаешь жить просто. Да? Здорово. Юля, вы сказали вот не так давно, мне кажется, где-то год, может быть, чуть больше назад, что вы мечтаете о том, чтобы служить в театре. Вот у вас сейчас это состоялось или нет пока? Нет, я этим даже не занималась, и понимаю, что этим нужно заняться, чтобы на тебя обратили внимание. Пока со стороны худруков или директоров театров ко мне не поступало подобных предложений. Вот. Но мне нужно наступить на собственное я и пойти просто предложить себя в качестве актрисы. Я полагаю, что другого пути для меня нет. Если я действительно хочу этого, то просто нужно что-то для этого сделать. Пока я для этого не сделала ничего. Вот. Желание мое не, ну, как бы, никуда не делось, оно более еще усилилось, и после нашего с вами разговора может быть, даже еще сильнее усилиться, потому что толку, что я говорю об этом в различных интервью, да, ВОЗ и ныне там. Пора как бы действовать и показывать своим примером, что от слов к делу нужно переходить. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что рано или поздно я действительно поступлю в театр и буду служить. Хотя вот, когда я делюсь с коллегами подобными мыслями, меня все начинают отговаривать, что, типа, зачем тебе это нужно, это зависимость и так далее. Наверное, может быть, я туда поступлю, поработаю и сама приду к этому выводу. Я не знаю. Я никогда не служила в стационарном театре. Единственное, где я играла, это был театр Вахтангова, когда, будучи студенткой, меня взяли в спектакль «Принцесса Турандотта» и «Диалоги о Еве». Вот я играла в двух спектаклях, но это все было на таком уровне, как бы студенческом. А так, чтобы уже служить, это было твоим домом, у меня такого никогда не было, поэтому желание, безусловно, очень сильное, и я надеюсь, что оно не пропадет со временем, и я со временем реализую себя в этом. Понятно. То есть это же желание у вас возникло как некое продолжение того, что вы делаете. Оно же не на пустом месте возникло, что взбрело в голову. То есть это какая-то последовательность ваших действий, которая привела к тому, что да, я и это должна взять для того, чтобы, скажем, быть, я не знаю, полной, что ли, да? То есть вот... Совершенно верно. Совершенно верно. В начале я играла и была только актриса, хотя мне выдали диплом актриса театра и кино, но я всегда была актрисой кино. Затем я безумно захотела выйти на сцену, и тогда в моей жизни появились антрепризы. Сейчас я понимаю, что в рамках антрепризы я не могу сыграть тот репертуар, о котором я мечтаю. Я не могу позволить там те декорации, тот цвет, ту подробность, которая возможна в театре. Я хожу сейчас в театр, на спектакли, я понимаю, что это творчество в чистом виде. Ты можешь сыграть все, что угодно. Понятно, что везя по регионам спектакли, мы выбираем самый ненавязчивый репертуар. Люди хотят смеяться, люди хотят видеть веселые комедии, они не хотят быть загруженными и идут, как правило, на имена и на репертуар. Если они видят, что вы привезли, не знаю, Медею, возможно, пойдут, но неохотно, не хотят люди сейчас задумываться, у них и так проблем очень много. Если это антреприза, то, как правило, это минимум декораций, легкий репертуар, минимум артистов, ну и поехали. Понятно, что сейчас антреприза выходит на очень хороший уровень. Мой спектакль «Невестный прокат», который является антрепризмом, который мы играем уже, мне кажется, лет восемь, и я не ошибусь, назвав это число, эти года, он мой самый любимый, он настолько искренний, душащипательный, там можно и посмеяться, и поплакать. Но я вижу другие спектакли, я вижу стационарные театры, я вижу вот эту подробность, этот репертуар, и я прям завидую этим артистам, у которых есть возможность вот так вот раствориться в творчестве. Вот, именно поэтому возникло желание поступить в театр. Понимаю. Юля, вы занимались танцами, да, то есть у вас там возникло желание и прям напор для того, чтобы идти и поступать в МГУ на журфак, там, потом вы там танцевали у Газманова, да, то есть и в принципе у вас, скажем, такой напор и энергия были, ну, достаточно, да, то есть на тот, скажите, вот сейчас, когда вы смотрите вот уже, скажем, на себя, вот ту, какой вы были, да, вы, вы вот что можете про себя сказать, вы крутая девчонка была или нет? Вы знаете, это очень правильный вопрос с точки зрения, что вот сейчас бы я так никогда в жизни не поступила, я, мы с возрастом начинаем закостеневать, мы начинаем всего бояться, да, наши страхи над нами давлеют и мы с ними ничего не можем поделать, в молодости все как-то кажется проще, проще открыть ногой двери там одного из самых популярных газетных изданий и сказать, я хочу у вас работать, проще зайти и сказать, я не уйду из этого института, пока вы меня не примете на курс, да сейчас, да никогда в жизни я себе скажу, что за наглость и еще поругаюсь, кто-то так сделает при мне, вот, поэтому молодости нужно отдать должное, вот, конечно, я сейчас смотрю на себя ту, я понимаю, что совершенно другой человек, это вообще не я, крутая, ну, наверное, потому что всего, что я достигла, если об этом вообще я имею право говорить, о каких-либо там достижениях, мне очень неловко об этом говорить, то я только себе этим обязана, своему именно рвению и желанию, и когда у тебя вот это желание искренне, то вселенная, Господь Бог, как угодно назовите, да, посылает тебе нужных людей, вот, как это было с институтом у меня, с театральным, вот, Господь мне послал Поглазова, который меня взял, несмотря ни на что, так было с Володей Полупановым, журналистом аргументов и фактов, который, несмотря ни на что, сказал, ну, попробуй, напиши, и опубликовал мое интервью, так было и с Газмановым, который там, ну, я же не закончила какое-то там училище или институт танцевальный, который взял меня, тем не менее, в коллектив, при этом эти люди, ну, совершенно там, я училась на бесплатном, понимаете, мой педагог стал мне вторым отцом, это действительно люди, которые искренне что-то пытались сделать помочь мне в моем стремлении, это очень круто, это, мне кажется, вот именно, ну, заслуга вот этой вот уверенности в себе, сейчас, я тысячи раз подумаю, чем что-то вообще кому бы то ни было сказать, просто на уровне каких-то бытовых даже историй, а тогда весь мир у тебя по колену, как бы море по колено, не знаю, как это работает, но молодость. Здорово, что это работает, а вот, а вам не обидно, что это сейчас перестает работать, что вы сейчас, что, менее уверены в себе, чем тогда? Я бы так не сказала, сейчас просто меня сковывают какие-то рамки, рамки уже возрастные, что в этом возрасте я себе не могу позволить, не знаю, в ТикТоке с голой жопой танцевать и кривляться, ну, в силу какого-то, не знаю, жизненного опыта, статуса и так далее, и это все давлеет, я понимаю, что вот даже тот прямой эфир, который я сегодня провела, я смотрела другие эфиры, других блогеров, как они это проводят, и за этим, это вообще по-другому, это молодежи интереса смотреть, у них много миллионной аудитории, они там хайпуют и хайпуют и хайпуют, наверное, даже слово уже это не модное, которое сейчас произнесло, а мне как, ну, естественно, мне неловко, но в силу многих причин, в силу того, что я мама, в силу того, что я актриса, и мне все-таки хочется нести какой-то месседж, ну, более высокий, что ли, нашим зрителям, нашему поколению, и новому поколению, которые идут, не знаю, в связи с чем это связано, вдруг воспитание, может быть, какое-то родительское, которое сейчас вам не прорастает, их какие-то догмы, фиг знает, мне даже сложно ответить на ваш вопрос по этому поводу, хотя вопрос замечательный, что мешает сейчас, не знаю, что мешает. Да, может быть, ничего и не мешает, кроме того, что у нас, у всех в голове, и что нас контролирует, и заставляет иногда по рукам бить, иногда можете правильно, иногда нет. А с кем вы, Юля, дружите? Вот у вас есть такие подруги, которых вы любите по-настоящему? Ну да, я сегодня об этом в эфире тоже говорила, есть две актрисы, Алла Юганова и Катя Капанова, Катя Капанова вообще моя однокурсница по Щукинскому институту, мы с ней закончили один курс. Вот эти девочки, с которыми мы сблизились на проекте «Три грации», и вот так вот наша актерская профессия нас сблизила и переросла в крепкую дружбу уже в жизни. Пожалуй, это самые близкие, девчонки, поскольку мы делимся друг с другом всем, мы можем не общаться там по полгода, не созваниваться, не разговаривать, а потом созвониться, если вдруг что-то произошло. Всеми событиями мы друг с другом делимся. Для меня это такой пример дружбы, который произошел сколько там, лет шесть назад мы вот так вот сблизились, мне было сколько, 35, наверное, лет. То есть в 35 лет я обрела двух офигенских близких подруг. Вот, поэтому дружить никогда не поздно, дружбе все возрасты покорны, и дружба женская существует. Вот, а вы, не помню на каком фестивале, но были совершенно замечательные фотографии в таких платьях, могу неправильно назвать, в каких-то нарядах, московских дизайнеров, девочек. Вот вы вообще, вот эту вашу модельную еще, да, специальность, вот вы же и моделью работали какое-то время, а вы вот сейчас ее любите, продолжаете, потому что вот эти фотографии в этих замечательных платьях, они просто лучились какой-то радостью и удовольствием. Вот, ну, мне так показалось, что вы прям много-много от этой фотосессии получили. Ну, я уточню, я никогда не была модели, мне почему-то часто представляют как модель, я никогда не работала модель. Да, видите, это уже с вами, уже сейчас вы 10 раз будете говорить, что не были, а никто не поверит, потому что, ну как же, такая красивая и не модель. Конечно, модель. Нет, ну, мне не хватило роста и желания особо никогда не было. А что касается платьев, вы имеете в виду, нравится ли мне это, ходить в платьях? Я вам можно признаюсь? Я ненавижу фотосессии. Я их ненавижу. Я когда вижу, что у меня их очень много, когда у меня в расписании стоит, там, завтра фотосессия, фотосъемка, у меня прямо портится настроение. Я не люблю фотографироваться, ужасно. Для меня это совершенно... Ну, это не мое времяпрепровождение. Я не чувствую себя там по-настоящему счастлива. Если на съемочной площадке я счастлива, в театре я счастлива, то там это не мое море, не мой океан, скажем так, удовольствие. Но при этом фотографы многие отмечают, что я действительно веду себя профессионально перед камерой. Но я думаю, что это просто следствие того, что я с 2005 года нахожусь в кадре. Я уже знаю, какие там ракурсы правильные. Плюс еще танцевальное прошлое дает о себе знать. Ты хорошо знаешь свое тело, ты владеешь им. Поэтому наряжаться, ходить по красным дорожкам, ну, конечно, мне это нравится, как к любой девочке, скажем так. И здесь к модельным каким-то прошлым, вот коими вы меня наделили, никакого отношения, конечно, это не имеет. Но не знаю. Наверное, когда тебя одевают, когда тебя красят, ты выходишь к фотосетам, тебя фотографируют на пресс-волах и так далее. Доставляет какое-то определенное удовольствие. Но так, чтобы это было смыслом моей жизни, нет. Юля, вот вы вот сейчас просто взяли и огромное количество своих поклонниц разочаровали, которые страшно любят фотографироваться хотя бы на телефон. А вас фотографируют не на телефон, вас фотографируют на такие хорошие, дорогие камеры и в таких красивых нарядах. А вы тут говорите, что вы еще этого и не любите. Ну, как это так? Да. Кстати, в эру вообще фотографии. Сейчас фотография неимоверно популярна. Фотографы сейчас просто зарабатывают бешеные деньги, потому что Инстаграм и все соцсети, конечно, построены именно на этом. Терпеть не могу. Вот. Да, но это, видимо, уже профессиональная деформация. То есть только лет... Нет, я никогда не любила, вообще никогда не любила фотографироваться. Никогда. А я вот сейчас вспомнил одну вашу фотографию, где, наверное, вам лет 13, вы в таком красном платье, и явно это платье для танцев и с очень недовольным лицом. Серьезно? Да-да-да. Я вот когда вот смотрел все, я вот даже, если хотите, я вам потом ее пришлю, это фото, потому что вот сейчас просто все сложилось. То есть я еще подумал. Ну да, видно, думаю, зачем эту фотографию вообще оставили? Она какая-то не сильно удачная, потому что девочка явно не довольна тем, что ее снимают, и вообще, как бы, что пристали. А вот вы сейчас, да, вы сейчас так рассказали, и все сложилось, да? То есть вот Юля, оказывается, всю жизнь мучается, когда ее фотографируются. Да, это вот правда. Ну, хорошо. Я, кстати, об этом никогда не говорила. Ну вот, видите, у меня же все-таки программа называется Дергачев инсайт, поэтому мы какие-то вещи должны вытаскивать, которые еще не вытаскивали до того. Поэтому вот, ну, спасибо вам, что поделились вот таким моментом.